Дилфи, Латвия, Шампанское и Стуфелик Кристина Худенко, Дилфи.Ильве, Латвия 21 августа 2019 года На трех зданиях Риги, имевших самую тесную связь с биографией Артмани, проецировались ее архивные фотографии. В Сплендит Палаче показали ее лучший документальный портрет, снятый скрытой камерой, а во дворе кинотеатра зачитывали трогательные письма от ее поклонников. Театр Дайлис объявил спецпрограмму в память о своей ведущей актрисе. Интервью портала Дилфи с дочкой Артмани художницы Кристианой Димитери, в котором она рассказала все о своей матери, выйдет 21 августа. Доброе утро всем. Я отстрадалась. Девочка родилась этой ночью 11 мая в 1.20. Словами не выразить, как больно, со стимулирующими уколами, чтобы не мучиться, кричала и позволяла себе все, что люди делают неосознанно, когда больше нет сил собой управлять. Так начинается письмо, написанное Виа Яртмани на утро после рождения дочки. Этот уникальный документ Кристиана Димитери предоставила для публикации порталу Дилфи. Мало что способно так точно отразить сильный характер, ясность мышления, внутреннюю организованность и невероятно чуткое отношение к окружающим людям актрисы. В своем интервью о маме Кристиана Димитери откровенно рассказывает о том, какой была актриса на сцене и дома, какие места в ее жизни занимали дети и муж, а какое, роли, кто из ее близких все же сидел в тюрьме, как драматически развивалась жилищная история семьи, почему Кристиане приписывают в отцы Евгения Матвеева, и что она сама об этом думает, как семья Виа Яртму не пришла к православию, где и в каких обстоятельствах прошли последние дни актрисы, а также трогательные воспоминания о бабушке и ее внучке Берте Виллипсоне «Кто-то из нас был хорошей актрисой». Скрытые камеры 17 августа Кристиана и Берта приняли участие в вечере памяти Вии Артмане в кинотеатре «Сплендит плача», где был показан отреставрированный документальный фильм Роланда Калнынша. Снятый в 1980 году к 50-летию актрисы 20-минутный портрет «Разговор с королевой» был признан лучшим за все времена и награжден большим крестаппом. Награда в виде уменьшенной копии установленной в Риге скульптуры С.В. Христофора, на плече которого сидит маленький мальчик, примечание редакторов, пришлось пойти на хитрость пригласить ее на киностудию, за бутылочкой коньячка вместе посмотреть работы скульптора Теодора Залькаунса, начать общение о культуре и искусстве, чтобы потом вывести на откровенную беседу и снять ее скрытой камерой. В том числе, что настоящего гармоничного счастья в жизни ей достичь так и не удалось. Одним из самых светлых моментов жизни было то, что ее мать ушла из жизни на руках дочери. Это было редкое утро, когда актриса была не на гастролях и не на репетициях. За это Вия благодарила судьбу. Королева на салатном москвиче тем же вечером собравшаяся во дворе публика слушала записанные Вии Яртмани на латвийском радиостихи. Режиссер Янис Стреич, театр, вспоминал о своей работе и общении с актрисой. В частности, что имея возможность получить в личное пользование Волгу, актриса предпочитала использовать свою известность в помощь другим, а сама перемещалась в салатового цвета москвиче. Дочка Кристиана и внучка Берта зачитывали письма поклонников Артмани, на чердаке домика в Мурьяне их сохранились целые кубометры. По воспоминаниям Кристианы, мама находила время, чтобы регулярно отвечать на многие из них, а некоторым людям – помогать. В письмах люди из отдаленных уголков Латвии рассказывали о том, как были счастливы увидеть актрису в своих городах на гастролях, советовались по жизни, просили достать билеты на спектакли. Так ли? Лучше 40, но хотя бы 25, походатайствовать в врача, помочь с заменой погрызанного крысами пола, обращались к ней не как к актрисе, а как к близкому человеку, к другу. На стенах сплендит плача, кинотеатра, где прошли практически все премьеры фильмов с участием в Ейардмане, проецировались фотографии актрисы и отрывки из ее биографии. Такие же проекции в тот вечер организовали на окнах театра Дайлис и на стенах домика по улице. Лайпу, 8, площадь Ливов. Будущая актриса прожила в комнате на третьем этаже детские юные годы. Загорала на крыше, наблюдала за жизнью Рижского русского театра, бегала на занятия в актерскую студию при театре Дайлис. 21 августа в 19.00 в сплендит плач и покажут премьеру документального фильма «Актриса и время». Вия Артмане, снятого режиссера Магиты Цани Килик 90-летию актрисы. Все билеты давно проданы. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.